Продолжение следует... 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 Но все началось с 40 лет, в 60-е годы, и посмотрите, чем сегодня закончилось. Сегодня множество других продуктов, технология осталась, хотя мультимедийное оборудование, последнее изобретение было микропроектов «Молотонник». Китайцы нас победили в рынке, и мы вышли полностью с этого рынка. Я сказала, что компания сама начинается с ошибки. У нас, опять же, опыт падать и вставать – это просто как элемент, как активная культура. Множество процессов. Процессов внедения новых продуктов. Каждый человек меряется, как он продает 35% партии продукции, которая 5 лет назад вообще была неизвестна в мире. То есть это реанимационная компания. Естественно, у нас в процессах, как мы продаем. Естественно, у нас есть СРМ. Естественно, мы не три лица. Естественно, у нас программа мотивации и всего прочего, потому что мы процессная компания. И, естественно, наши руководители, ну что ли, генсом с определенным влиянием, их принимают и делают все наилучшим образом. Но началось все с Мотнайка. И вот ему я хочу отдать сегодня дань. Он пришел в компанию в команду, получив седьмым. Он был финансовым ассистентом. И история компания не очень прописана на сегодняшний день. Мы не знаем, что их мотивировало, но мы так много говорим про мотивацию. В нашем случае мы не знаем, что мотивировало этих семь человек, которые взяли деньги для того, чтобы в городе срывать. Они деньги и здрасти, здоровые годы, и он оказался качественным, никому не нужным. И, мы знаем, с будущим человеком, молодым парнем, он сказал, надо так делать, чтобы ни один пиджон, Петя и Ваня в нашем контексте, не мог бы воспроизнести нашей продукции. И они стали этот плавник прошить, наклеивать на тряпочку, и таким образом появился первый абразив в мире. Почему абразив у них что такое? Да потому что, когда они провалились, Форд, он уже сделал конвейер, и он уже машины красил. И они, естественно, смотрели, как живут другие, молча забитовали, и хотели хоть что подразить. И принестили вот этот вот абразив. Дальше тот же Форд начал красить машины, рука дразненько отражала, и тогда этот же один из них сказал, о, надо стуть этот парунт, и у нас там клей, клей не очень хороший, потому что ошибка была, они поставили производство около озера, была важность большая. Не суть важна, ошибка на ошибке. В студии этот клей, и на клей его только по краям. И там, наверное, кто-то сказал, что кто-то скотчер, что это придумал, скотчер шотландец. Шотландец, он жмот такой. А что за жмот этот клей? Скотч стала нашей брендовой маркой, которая тащит другие дорогие марки, скотч-сотч-брайн, скотч-лайн. Эти бренды меняют разные-разные стороны нашей жизни. И вот, не понятно, как они эти долги свои выплачены, но принципы, это те вещи, которые сегодня, ни технологии, ни процессы, не могут не только убить, они не могут даже изменить. Почему? Потому что сегодня у нас нет умового понимания этих принципов, а когда нет умового понимания, влиять на них можно очень ограничено. Махнаев сказал, если вы найдете нормального человека, ну вот он того, повезет вам. Он никогда не будет делать так, как вы ему скажете. Ну никогда, он всегда будет делать это слоем. Следовательно, если у вас не будет право на ошибку, а право на ошибку это вообще ваша проблема, потому что это с вашей стороны ошибка. Он ее делает так и считает нужным. И если у него не будет право на ошибку, то вы, конечно, убьете, но не его, и не ошибку, вы убьете инициативу. И следовательно, у вас будут люди, не способные на развитие, не способные делать, чтобы это ни было не по-вашему. А если все в этой жизни будет только по-вашему, а теоретически быть не может, потому что другой нормальный человек не будет это делать, а с ненормальными сами не захотите рядом сидеть, я сделала это для себя, что ненормальным надо и есть. Потому что, я говорю немножко труповато, но честно, то от него ненормального уходишь, с тобой станет ненормальным. То есть как в классе всегда есть выждень, но всегда есть лучшие ученики. Вторая разница, и после класса, скажем, что будет лучшим учеников. То есть беречь надо всем, кто есть рядом, и с этими, кто есть рядом, учиться, мочь, работать так, чтобы они сделали какой-то циррактив. В принципе, нормальные, которые и сегодня работают, мы все говорим о том, что людей нужно мотивировать. Можно, я говорю, мотивировать, это задача на всю жизнь, потому что они все равно не мотивируются, потому что мы только стимулировать можем, и смех. А мотивация, она растет изнутри, нам туда не дотянуться. Мы мотивировать можем только себя. 15% времени, это примерно 65% официальной статистики при этом человек на рабочем месте работы. Мы мечтаем, чтобы стоп. Гриф сказал, что 15% времени – это нормально. Официально говорим. 15% времени можете чем хотите заниматься на работе. Посмотрите, пожалуйста, это не культура, это не ведение табелей учета. Это то, как люди могут жить, ну, то есть оставаться свободными людьми на работе. Естественно, когда я приходила домой, я использую, я все равно работаю, если мне это хочется и интересно. Судя по тому, что я работаю 20 лет, и средний опыт работы компании большой у людей, потому что компания большая, можно менять должности, можно менять города, где ты живешь, можно менять специализации, и ты, в любом случае, оставаясь собой, можешь реализовывать себя. В этом прелесть данной культуры. Она позволяет задействовать потенциалу не только технических специалистов, а она позволяет задействовать потенциалу людей. Выбил это Макрай, тоже отбираясь на ошибки, он очень хорошо умел учиться. Следовательно, что бы мы ни делали, мы все делаем через глубокие отношения. И как мы строим эти отношения? Это всего лишь и есть наша ответственность. И поддерживаем передающих ораторов, и хочется определиться некоторыми конкретными очередями в тирении. Ответственность – это последствия принятых и не принятых решений. И если мы начнем разбирать с понятий, и если мы начнем с компанией, либо у себя подразделения, делать корпоративное понимание вещей, потому что начали спрашивать, что такое ответственность, мы сейчас с вами можем в дискуссию до вечера, то есть до утра можем развивать. Поэтому эти вещи все должны быть корпоративными, каким-то образом сформулированы. И тогда будет проще. Сомненно, кстати, в самом начале, я считаю, что мне удалось скреатить свою концепцию, она достаточно четкая, разная проявление. Но если говорить про то, что я рассказала в очередной корпорации, то личные тезисы будут звучать так. Что бы ни делал человек, или команда, он делает это через отношения. Отношений между людьми нет. Отношения есть только у меня. То, как я отношусь к другому. Если я говорю, что наши с вами отношения, у нас ничего между нет. И если я буду думать, что я знаю, как вы относитесь ко мне, я очень люблю стишок. Сама у мамы сладок словно сон, но словно сон всегда не полгалечен. Потому что даже если я знаю, то, как вы это говорите, я все равно не знаю, как это есть на самом деле. Следовательно, мои решения, а именно что я делаю, и каковы последствия этих решений. Если я ищу ответственность на себя, то тогда я способна оказывать сильное и не реагировать, а вести. Если я это не умею, то я всегда как-то целлюлась немножко, потому что я не умею искать ополненный клип, я не буду искать пример и буду мотивировать других, буду думать, заботиться, переживать про других. Вопрос, кто в это самое время будет заботиться и думать про меня, если я беру ответственность и делаю что-то. Управлять командой значит строить личное отношение с каждым из людей, используя силу влияния. Какую силу влияния используют? Да все такие есть. Я думала, что может быть я сожрусь на пирамидном основе, но что-то легко не ходить и опять же усилить людей. Я хочу у вас очень внимания обратить, что те, кому нужна безопасность, те всегда будут использовать одну и ту же силу влияния. Она будет называться защитой людей. Те, кому нужны будут деньги, они будут использовать силу манипуляции, они будут стараться получить то, что они хотят, но либо еще может быть сооблазнение. То есть они будут хотеть получить обязательства, не давая своих обязательств. Те, кому нужна, например, власть, они будут использовать силу тренирования. Те, кому нужна философия, может быть, дотянутся до силы влияния, силы другие, может быть, и другое. Там больше практически ничего нет. Уметь реагировать, и говорить, да, в любом силе влияния, и нет в любой силе влияния. Точно так же уметь воспринимать, если тебе говорят, силы, правда, силы влияния, да или нет, это как раз вот и есть компетентность. Кажется, мы все ответственности, насколько он умеет, с любым другим быть рядом. И помощник дадут воля, воля воз, но она делает все, чтобы избежать ответственности. И чтобы избежать ответственности, мы говорим, что технологии создают жизнь, что технологии перейти от продукта. Мы говорим, что процессы делают дисциплину. На самом деле это так люди, и именно руководители избегают ответственности за свои решения и за последствия их отсутствия. Я считаю, что это не может. И по плану взаимодействия я хочу вам показать, как сразу же силы влияния я могу и с вами общаться в том числе. Пожалуйста. Спасибо. 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 Покажите конкретное время у меня. Покажите, пожалуйста, две минуты. Сила влияния, которая будет защитой. Я не обещала ничего вам показывать. Хотите, сами покажите, как вы можете глядеть, а потом я покажу. Она работает отлично как отменения и карта защиты, особенно для метагрессии. Покажите, пожалуйста, отменения. А что мне за это будет? Скажите, что вы сделаете, и я обязательно вам покажу. Это соблазн. Соблазн в жизни значительно выше, чем мы его узнаем. Потому что мы узнаем соблазн в основном отношении мужчин и женщин. Но когда у нас спрашивают, например, хорошо, когда я соблазнитель и я соблазняю, это нормально и легко. А вот когда человек хочет быть соблазненным, а я не хочу соблазнять, вот это прикольно и интересно. Все вещи, например, скажите, пожалуйста, а потом можно сесть? Я говорю, на пол, нужно установить. Я серьезно спрашиваю. Я серьезно отвечаю. Потому что мне нужно, чтобы вы спрашивали, у меня разрешение, живите и висите ответственность за себя сами. Потому что вы в состоянии возраста, у того, который нормальный, дайте себе место, куда сидите. Если вы хотите, чтобы я командовала, я буду делать это для вас неудобно. До тех пор, пока я не научу искать ответственность за себя. Тренирование, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, примеры влияния. Сядь, я покажу. Выйди сюда и покажу. То есть, следующая. Силанки. Покажите, пожалуйста, примеры влияния. Вы хотите, чтобы я показала примеры влияния? Хорошо, я покажу примеры влияния. Что покажете вы? А я бы примеры влияния. Я вам еще покажу одну силу, которая называется «вводит». Возможно, когда человек берет на себя ответственность не только за себя, но и за другого человека. Это возможно только тогда, когда ты становишься полностью независимым и принимаешь себя таким, как ты здесь. Тогда ты можешь быть самим собой, не стараясь создать из себя лучше, чем ты уже создан. Вообще, это беспокойное занятие, хочу вам сказать, потому что перед созданием себя я еще и видела, что кто-то смог. Но им не увлечены, людям кажется, что можно из себя сделать лучше, чем ты есть на самом деле. Покажите, пожалуйста, силу влияния. Вы мне обещали помочь, я хочу еще одну силу влияния показать. Ну, я расстрелилась. Я вас прошу еще раз повторить то, что вы со мной влияние сказали. Покажите, пожалуйста, силу влияния. Силу влияния внутри вас. И сейчас я определяю ваше влияние. Влияние. Спасибо. 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 Спасибо.